Всем привет, это Агрокурьер. Сегодня я предлагаю вам совершить путешествие в яблоневые сады Самарской области и узнать, как специалисты растят и ухаживают за посадками, какие современные технологии применяют, чтобы радовать жителей сочными и румяными плодами, что входит в топ самых любимых у самарцев сортов и как яблочко докатилось до масштабного фестиваля. Все в этом выпуске. Сады в Приворском районе одни из крупнейших плодовых плантаций региона. Уборка витаминового урожая в хозяйстве в самом разгаре. Снизу урожай уже собран, остался только на верхушках, но здесь нужна стремянка, чтобы добраться. А меня дюжа раздирает любопытство и желание съесть запретный плод. Прыгнук я. Как Ньютон на мне яблоко упало. Сейчас знания должно прибавиться побольше. Какой-нибудь закон открою. Спеет, зреет, наливается красками и соком. Урожай в самарских садах и эти плоды не запретные, наоборот. Самарские специалисты аграрии стараются ежегодно увеличить урожайность своих румяных плодов и чтобы у жителей области было больше возможности купить свою натуральную и вкусную продукцию. В роскошной яблоневой роще хороводят сборщики. В прошлом году этот участок отдыхал, зато в нынешнем сезоне поражает небывалой щедростью. Работники прикладывают максимум стараний и аккуратизма, чтобы собрать фруктовое богатство с минимальными потерями. Я тоже решил принять участие в сборе. Крупногабаритные плоды, гладкая, прохладная кожица, аппетитный вид и сладко-кислый вкус. Это осенний сорт «Жигулевская». Выведен самарскими учеными в 40-х годах прошлого века и до сих пор в моде. Первое сразу – это зрительный осмотр, отбор, чтобы не было червивости и стеклянности. И очень удобно, кстати, убирать. Смотрите, здесь вот новшество внедрено для сборщиков. Вот такие вот сумки. Очень удобно, комфортно. Нежели раньше были пластиковые ведра, а здесь вот мягкая такая вот обложка. Яблоки не травмируются. Есть еще одно новшество – сами вот эти вот плодовозки. От рам до колес все продумано инженерной службой хозяйства. Они низкие, что очень удобно для работников хозяйства. Не надо вверх лезть с грузом. А вот, пожалуйста, так подошел, открыл ворота, да, вот так вот развязывал. И ссыпал яблоки аккуратно. Транспортабельность повышается, качество сборки. Кстати, сами контейнеры обложкой вот такой мягкой закреплены, чтобы не было битых плодов. Ну, а если уж суждено в райских садах яблочкам упасть или полюбиться червячкам, такие махом подберет другая бригада работников. На продажу они, конечно же, не пойдут. Ждет их другая участь, не менее приятная. Из них потом выжмут все соки. Все равно этому добру не дадут пропасть. Сейчас очень быстро собираем в ведра. Вся эта продукция пойдет на переработку. Из этого урожая будет сделан яблочный сок. С чего же начинается сад и все промышленное садоводство? С маточника, иначе говоря, с детского сада. Начинаем изучать яблочную эволюцию. Здесь высажен клоновый подвой Б9. Зимостойкий карлик. Мал золотник да дорог. Именно он в будущем даст посадочный материал как самому предприятию, так и другим хозяйствам и населению. Это маточник. Какая здесь система у вас ухода, защиты? Здесь маточник у нас по методу горизонтального размножения. То есть у нас здесь субстрат опилки. В этих опилках мы размножаем отводки. Чтобы уже с этих отводков мы получали, так сказать, дичок, дичку. Здесь вот представлены опилки. Давайте посмотрим хотя бы, как это выглядит. Опилки, значит, у нас в течение года 3-4 раза подсыпаются постоянно по отрастанию отводков. Потому что они отросли, там на 10-15 подсыпали. Еще на 15-20 подсыпали, подсыпали. И так 3-4 раза. Опилки должны быть постоянно влажные. Видите, вот спинферирование. Хотя там есть еще и капелька. То есть еще и капельный полив? Да, там внутри у нас есть шланг лежит. Да, через капельный полив мы подаем питание точечное. А спинферирование нам дает смачивание. Чтобы вот в этом субстрате у нас начинала образовываться корневая система. То есть она от маточного куста вырастает. Мы ее потихонечку засыпаем опилками. Вот здесь уже корни первого порядка. Вот видите, вот уже корни второго порядка. Здесь вот уже начинает набухать корни третьего порядка. То есть в итоге мы где-то в октябре должны получить 15-20 сантиметров корневой системы. Что вы потом с ней были сидели? Мы ее отсюда отделяем. Вот эти отводки. Сортируем по качеству первого, второго, третьего качества. И высаживаем в первое поле питомника. Отобранный подвой из маточника попадает в питомник. И даже не в один. Чтобы стать молодым саженцем, ему предстоит пройти несколько циклов взросления. Вы к дичке прививаете сорт? Сорт. Абсолютно верно. Сорт, который нам нужен, который нам интересен. Мы определили с вами 5 сортов. Вот эти 5 сортов здесь и есть. Вот. Это делают наши садоводы, которые работают уже, ну скажем так, более 5 лет. Здесь нужны профессионалы своего дела, поскольку зависит выход саженцев. И в последующем его развитие. И вот уже на другом участке следующая возрастная группа. Годовалые побеги. Именно здесь происходит пробуждение сорта. Как начинается пробуждение, у нас образуется побег из этой почки. Вот он начинает расти. А дикушка срезается. То есть теперь у нас подземная часть, это подвой дикая форма, а это сортовая культурная часть, сорт, который нам интересен. То есть прошел год, уже получаем такой результат. Для суперкарликового подвоя, B9, он способен в первый год уже давать скелетные ветки. Вот что мы видим. Это шикарно. Вот это мечта любого агронома, чтобы в первый год у нас было деление. Потому что средние росла, они, ну, очень тяжело к этому относятся. На карликовом подвое саженец уже даже в первый год будет давать вам образцы плодов. В питомнике мы обрываем цветы умышленно. Они уже в питомнике есть на первый год. Вот на следующий год здесь будет уже цвет. Но по технологии мы не должны допустить. Меня не интересуют в питомнике яблоки. Это все мешает производству. Мне нужен хороший фундамент будущего сада. После года в маточнике и трех лет обучения в питомниках, под чутким наблюдением специалистов, встроенные деревца с уже крепкой кроной выпускают в молодой сад. Они еще хрупкие, а уже увешаны плодами. Как выдерживают такой груз, представить трудно. Как и плотность посадки. Здесь на одном гектаре 4000 яблонек. Это то достижение, о котором местные агрономы мечтали и к чему шли долгие годы. Да, с яблоками красиво, но мне здесь яблок неинтересно. Может быть даже так. Мне в молодом саду необходимо за период в два года довести саженец до трех метров. И вот тогда мы его переводим в категорию плодоносящего сада. И там он уже на трех метрах должен давать нам, как мы говорим, при соблюдении технологии, 30 тонн с гектара. Откуда они берутся 30 тонн с гектара? Отличный сад чем? Очень удобно собирать яблоки. Что они рядом друг с другом. Подойти к дереву. Если на среднерослом, надо еще убрать ветку, которая мешает. Подойти, подлезть наверх. Как-то найти способ добраться. Из лопщицы. Да. Поэтому здесь удобнее. И товарность здесь в разы выше, чем у сильнорослых. Термин «карлик» агрономы избегают. Все-таки как-то неуважительно к маленьким обладателям большого урожая. В интенсивных садах низкорослые деревья раскрывают весь свой потенциал только при условии комплекса агроприемов и при наличии капельного орошения. В большой коллекции 25 сортов. Самые топовые. Жигулевская, Северный Синап, Беркутовская и Лоба. Любое дерево – это мать, которая дает поколение. А поколение в семечке, в яблоке. И когда производишь подрезку корневой системы, дерево – живой организм, он понимает, что-то не так, какой-то сбой. И мне надо восполнить потомство свое, дать яблоко. Поэтому вегетативная часть в этот момент тормозит, а закладывается генеративная часть плоды, в которых семечка будущего поколения. Это один из ярких примеров. Потом, конечно, речь идет о комплексе минерального питания. Необходимо знать прекрасную физиологию любой культуры. Занимаемся яблонным садом, физиологией яблон. Плантации земляники – значит, необходимо знать физиологию земляники. Когда, что мы можем дать, какой элемент, в каком количестве и на каком этапе. Яблоко для жителей нашего региона больше, чем фрукт. Это уже элемент народной культуры. Яркий пример – Сергиевский район, где сочный плод выкатился на улице и стал героем масштабного гуляния. Яблочный фест – один из самых насыщенных и вкусных фестивалей Самарской области. В этом году он ярко отметил свой пятилетний юбилей. На центральной площади развернулась скатерть-самобранка. Все поселения креативили и удивляли гостей кулинарными шедеврами. Это сергиевский пирог. Это наша фишка вообще из сергиевского района. Сергиевский пирог, он из конфет, сметаны. Вообще просто обалденный, конечно. И все, что вы здесь видите, все с яблоками и с ягодами. И все это из наших садов и наших огородов. Вы выращенные нами же. Здесь это рулет тоже с яблочной начинкой, яблоки с корицей. Блинчики тоже с яблоками. Это шарлотка яблочная. Из яблок можно даже художественные произведения вырезать. Так что не только готовить, но и я думаю, что сергиевские яблоки будут славиться на всю Самарскую область. А может быть даже и больше. Потому что на Самару уже идут мыльки в Самаре видят. Настоящее карнавальное пиршество устроила группа компаний Синка и районная администрация при поддержке областного Минкульта. Сергиевск славит яблочной столицей региона. Именно здесь находятся сады предприятия «Сургутская», где выращивают десятки сортов яблок, земляники и черной смородины под торговой маркой «Яфо». Фестиваль, посвященный экологически чистым и полезным плодовым богатствам, становится туристическим брендом района. Для Сергиевского района это безусловно важно. Во-первых, это одна из туристических составляющих, которая позволяет нашему району быть еще более привлекательным. И несмотря на то, что наш район северный, изобилие яблок у нас достаточно. Приехать посмотреть, попробовать не только яблоки, но и участвовать, проявить свою творческую составляющую, конечно, позволяет вот этот фестиваль. Яблочный фест не прерывался даже в пандемию и в то непростое время смог объединить сотни творческих людей с разных уголков страны. В прошедшем году фестиваль стал победителем 10-й национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Вообще, нам бы очень хотелось, чтобы люди в той местности, в которой мы имеем свое дело, а дело, надо сказать, благородное, да, это выращивание того, что люди потом едят. Я думаю, что мы хотим, чтобы эти люди, ну, просто умели веселиться, имели повод веселиться, и мы просто помогаем в этом. В этом году у фестиваля смешанный формат. Часть мероприятий прошли в онлайн-режиме. Например, эти рисунки, что прислали маленькие участники конкурса. Ими и оформили главную сцену, на которой в режиме нон-стоп различные творческие коллективы погружали гостей в сочную атмосферу праздника. Изюминка феста – показы модных дизайнеров. Платья и платки в технике батик от победительницы прошлого фестиваля Вики Валиевой и дефиле коллекции «Молодильные яблочки» от обладателя гран-при поводских сезонов Михаила Воробьева. На «Молодильные яблочки» действовало множество творческих площадок. Пестрой радугой участники разрисовывали кормушки для птиц-добродомики. А в зоне яблочного фрэша – дегустация насыщенного ассортимента плодовой ягодной продукции и возможность приобрести витамины прямо из сада. Вкус очень приятный такой, с кислинкой. Напоминает сок из детства, когда был натуральный яблочный сок. Очень понравился вкус. На фесте развернулась ярмарка со сладостями и сувенирами. Фотозона с яфонией. Кому отведать сочных фруктов и послушать песни, а кому и сложную науку с удовольствием постичь – в помощь мастер-класс от опытных агрономов хозяйства «Сургутское». Здесь мы учим, как правильно высаживать землянику. По яблоням есть советы? По яблоням есть, конечно, советы. Как выбрать саженец правильно. Если кто хочет, можно заняться прививочкой. Все расскажем и покажем. Участники и победители конкурсов яблочного феста получили оригинальные подарки и дипломы. А на десерт – массовое угощение ароматными пирогами из свежих яблок под аккомпанемент театра народной песни «Добро». Спелых и полезных фруктов на фестивале хватило всем. Хватит и на всю область. Субтитры создавал DimaTorzok